так покажу что у нас по стекам основные стеки которыми пользуюсь это вот этот стек металлический из всего набора ну наверно двумя основным пользуюсь а чаще всего вот этим одним вот этим краем очень удобно подрезать пластилин у самой поверхности модели формировать прямую линию примыкания пластилинового бортика к плоскости модели поясню как отодвину да сейчас на минуту чем бы таким показать покажу шпателем шпатель 150 миллиметров обычный строительный пластилиновый бортик выстраиваем следующим образом вот этот перпендикуляр не вот так чтобы у нас завален был не вот так вот чтобы завален был а вот именно желательно чтобы вот так вот плоскость примыкание шла бывает сложные модели когда действительно наш пластилиновый бортик виляет относительно плоскости самой модели но чаще всего и удобнее будет работать когда пластилиновый бортик будет приходить вот таким то образом он может быть чуть завален от себя или на себя но никак не вот таким образом потому что здесь получится острый угол вам неудобно будет работать а там тупой или наоборот здесь будет тупой угол а там острый промазать подходите то есть силиконовый вкладыш будет неправильной формы на это обращаю внимание значит дальше по стекам стек следующий видно он самодельный был обычный стек круглой формы его 1 плюс на наковальне и один из краев заточил при помощи наждака чтобы он лучше резал пластилин ширина его около 10 миллиметров 7 10 миллиметров больше не надо сильно некрасивые широкие получаются замки этот стек вот он стандартный заводской прямой ничего с ним не делал купил удобно работать именно у края поверхности убирая лишний пластилин неровности ну и наверно основной что большую часть работы выполняет он выравнивает плоскость нашу вот такое тоже все стеки заказывал на алиэкспресс в этом так мы чем будем работать стеки показал пластилин пластилин обычный скульптурные желательно брать на все-таки оливковый потому что как правило работают над силиконовыми формами девушкой девушки им не хватает силы чтобы размять пластилин как ты какие-то дополнительные подготовительные работы такие как водяная бан баня и все остальное конечно можно делать но но нежелательно это тратится ваше личное время но если не другого пластилина то можно использовать и любой значит я использую оливковый оливковым память вот так вот выглядит цвет оливкового пластилина он мягкий относительно его можно пластичный сильно даже подогревать не надо в руках он тает особенно при полу при плюсовых температурах помещениях что делаем сейчас первым делом выставляю на народном плоском основании зафиксируем клеить будем на космофен покажу как выглядит космофен вот так выглядит космофен обычный клей пару капель много не надо к ламинированным дсп он хорошо пристает зафиксировать буду на на ламинированным дсп сейчас покажу как выглядит ламинированная дсп вот таким вот образом выглядит ламинированная дсп это моя опалубка которая состоит из четырех частей можно делать так как я можно делать по-другому кому как удобней формы я изготавливаю для себя подстанок или если даже делаю тоже на продажу то тоже подстанок можно делать и не подстанок не делать такие квадратные формы расход по материалам больше меньше незначительный работ за расход по времени работы тоже незначительный относительно если делать другие формы под болты или под резинки по сравнению с моей технологии но формы такой так скажем правильной прямоугольные формы гораздо удобнее хранить транспортировать открывать замок закрывать им в принципе эксплуатировать кому-то если неудобно делайте по-своему но если вы будете отливать это все-таки дело на станке то форм прямоугольные все-таки гораздо удобнее практичнее в использовании так опалубку показал пластилин показал стеки показал что дальше делаем дальше мы будем размечать нашу модель размечать можно двумя способами или маркером перманентным до нужен перманентный маркер у нас или карандашом как размечаем нашу модель размечаем ее по плоскости по самым выступающим частям возможно вы если возьмете готовую модель не будете заказывать у скульптора а вы купите в магазине там если тщательно приглядеться есть уже швы которые были плохо зачищены и по этим швам можно просто нанести разметку моем случае я буду наносить разметку самостоятельно так как та разметка которая есть менее совсем устраивает вот как пойдет наша линия разъема на пойдет по самым выступающим частям самым выступающей частью и надо у нас является вот это вот вот так вот раз повернет сюда на кончик уха спустится вниз и пройдет вдоль крыла и воды сюда точно также аналогично можно было и размечать и по этой части . выступающий уводить линию вот сюда можно и здесь здесь на смотреть конкретно у каждой модели аналогично точно так же делаем со второй стороны вот так все дальше наверно буду снимать тайла в тайм-лапсе такой режим без звука буду просто показывать процесс создания пластилинового бортика там ничего нового просто время что может быть вы увидите для себя какие-то особенности которые до этого вас мучили и вы не знали как их сделать ну вот сейчас буду снимать и ничего не говорить просто показывать итак я думаю приступим